Всем привет! Ситуация, о которой мы будем сегодня рассказывать, не единичный случай, а суровая реальность. Происходит это в основном из-за алчности и безразличия чиновников, которые живут не в мире людей, а в мире оптимизации бюджета и сухих отписок. Здесь, в Петроградском районе, на набережной реки Карповки, дом 13, проживает офицер советской армии Плешко Константин Константинович, который получил свою травму при исполнении в 91-м году. Я служил в погранном войсках в Выборге. При исполнении обязанности военной службы получил ранение. Потом лечился здесь в военно-медицинской академии, потом в другие этапные лечения. В 94-м году уже меня уволили в отставку, дали первую группу инвалидности. Поступил в СПБГУ заочно, еще тогда была заочная форма на юрфаке. Через 6 лет я его закончил, получил диплом и с тех пор, в общем, работаю. Квартира здесь, это квартиру получили родители, но не получили, а там, ну, короче, решили этот вопрос. Приватизировали ее в 94-м году, но мы приватизировали уже на меня, жену и его сына. Вот с тех пор как бы с Карповкой нас связаны. А вы ушли в отставку в каком звании? Я старший лейтенант. Написал я заявление в администрацию Петроградского района, потом позвонила женщина, которая сказала, что мы это все сделаем очень быстро. И пандус до подъезда, и в подъезде откидной пандус. Потом все затихло, мне через время позвонил уже мужчина. Помню, кто ли он начальник этого жилкого сервиса. Сказал, что у него на контроле, вопрос не решается, и давайте встретимся здесь. Я приехал сюда, он не появился, но через время пришло письмо о том, что моя заявка удовлетворена, что вот пандус сделан. В сентябре 2018 года Константин инициировал установку пандуса для маломобильных групп граждан. И на свое обращение получил ответ от заместителя главы администрации Петроградского района, Корабельникова Евгения Владимировича, о том, что работы по установке пандуса будут выполнены в срок до 28 ноября того же года. Позже сроки были сдвинуты на март 2019. Здесь стоит еще раз подчеркнуть, что для того, чтобы получить вот такой вот пандус, человеку пришлось собрать и предоставить солидный перечень документов из 16 пунктов. Пандус вообще никакой, ну и на этом все затихло. А уже после выборов губернатора снова они оживились. А вы жилком сервису задавали вопросы после установки? Могут ли они вообще вам в глаза смотреть? Нет, я после того, как вот это вот сделали, я не стал, не написал ничего. И то есть они с чистой совести считают, что свою работу выполнили, да? Я думаю, да. Я думаю. Я так понимаю, вы этим пандусом даже не пытались воспользоваться? Нет, мы пытались. Мы можем даже показать, как им нужно воспользоваться. Как бы все, колеса упираем, это все, что можно делать. Раз, два. Пять, шесть. И дальше. Все это вот так. Тут мало того, что небезопасно, но просто даже технически коляска не войдет в этот пандус. Здесь говорили об откидном. На данный момент в Санкт-Петербурге проживает более 600 тысяч инвалидов. Администрация Петроградского района, судя по всему, лишь изображает бурную деятельность по развитию доступной среды. Так, несменяемый хозяин Петроградской стороны, а по совместительству секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров 2 декабря 2019 года на концерте «Через дня инвалида» подчеркнул, что бережное отношение к инвалидам – это признак здорового общества. Бережное, трепетное отношение к людям с ограниченными возможностями – это показатель здоровья нашего общества. Как мы будем относиться, к кему будет общество. Будет ли оно добрее, светлее, лучезарнее? Видимо, бережное отношение заключается именно в том, чтобы установить вместо пандуса деревянный брусок, а все остальное ложится на неравнодушных граждан, готовых оказывать реальную помощь. Открытку мне прислали сюда, говорит, поздравление с днем рождения. Поздравление от Макарова. Там было написано «Константин Константинович, поздравляем вас, о том, что я есть и точно знаю». Наверное, не всем открытки отправляют. Технически в данном месте можно расположить пандус, который подходил по всем нормативам, для того чтобы вы могли использовать маломобильные группы граждан. Учетом того, что здесь высота крыльца составляет у нас 60 см, то правильным было бы сделать пандус длиной в 12 метров. Однако конструктивно разместить подобный пандус здесь было бы очень сложно. Поэтому можно немного отступить от нормативов и сделать пандус длиной около 8 метров при угле наклона в 4,76 градуса. Для того, чтобы обустроить здесь правильный и удобный пандус, требуется довольно небольшая для района сумма денег. Это порядка 200 тысяч рублей. Оправдать подобное бездействие к маломобильным группам граждан можно лишь полным безразличием и малодушием районных чиновников. Мы, безусловно, не оставим это без внимания и направим необходимые обращения в адрес прокуратуры и комитета по социальной политике с требованием разобраться в данной ситуации. Уважаемая администрация Петроградского района, не нужно говорить о том, что бюджетные средства в этом году не заложены. Они у вас есть. Взять хотя бы те 5 миллионов, которые были заложены на проведение массовых и увеселительных мероприятий, которые по объективным причинам в этом году провести не получится из-за ситуации с коронавирусом. Мы надеемся, что у вас проснется совесть, и вы перенаправите эти средства на помощь маломобильным группам граждан. Ведь бережные отношения к инвалидам – это ваша прямая обязанность.